Как-то один мой кореш предложил мне сожрать поганок. Псилоцибиновые грибы, псилоциды, кто их как называет, треугольники, сиреневые, как угодно. В общем, ну вы понимаете о чем речь, короче, кто живет на северо-западе, Ленобласть, Карелия, Мурманская область, Новгородская, все знают, что такое поганки. И, в общем, один из корешей мне предложил как-то давным-давным-давно, конечно же, типа давай закинемся. Естественно, я согласился. Я сейчас не буду рассказывать о том, что было, как мы там тусовались, и об этих трипах. Я расскажу о самом плохом, чем все это закончилось, так скажем. Финал этого мероприятия был, это была очистка организма. Ну, я так понимаю, скорее всего, это было именно так. Сейчас, ну вы, наверное, понимаете о чем речь. И вот это место, где я записываю этот видос, довольно символично это все выражает. Я... Когда мы уже натусовались, навеселились, наугарались, наужасались, в общем, когда вот произошло уже все, я вернулся домой, я почувствовал себя нехорошо. Я уже ближе к дому подходил, что-то нехорошо себя чувствовал. И когда я уже пришел домой, я не понимал, что мне делать есть, я не мог пить, не мог. Но я на всякий случай налил банку воды, я так делал, и когда пьяный, и какой угодно приходил домой, я брал пол-литровую банку воды, наливал ее просто водой из-под крана, и ставил рядом с кроватью, ложился спать, для того, чтобы, когда, если я просыпаюсь и меня долбит сушняк, я мог выпить эту банку, ну или просто попить. Короче, лег, и я понял, что я не могу лежать. Лютый вертолет, состояние. Ну, короче, я рванул в тубзик, и на самом деле даже не блевать. Я не понимал, что мне нужно делать, то есть, дристать или блевать. Потому что я понимал, что, скорее всего, и то, и то возможно. Но я все-таки решил сесть на унитаз. И, короче, я начал дристать, но блевать я тоже начал. Слава богу, рядом было ведро для мытья полов, или тазик, не помню. Короче, я поставил просто себе на колени этот тазик, и туда блевал, и одновременно дристал. Чистка организма вполне нормальна. После всего этого, когда процедура закончилась, я почувствовал себя реально лучше, и пошел домой спать. Вот такой вот момент со мной произошел. Я не скажу, что что-то страшное или что-то, но было очень некайфово, ребята, очень некайфово. Но это даже не самое худшее, что со мной было. Но вот это было самое неприятное. Вот так вот может быть, поэтому, если вам нечто подобное предлагают, то имейте в виду, может быть и так, как у меня. И у меня это было, по-моему, даже не раз. Такая ситуация, поэтому будьте осторожны, живите нормально, питайтесь, чем надо питаться, и пейте, что надо пить. И у вас все будет хорошо. Пока. Пока.